Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 445. Событие дня. Второе послание Коринфянам 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Так что у нас получается? Второе уже надо писать. Надо второе писать. Второе марта. Это второе марта, а тут уходит уже не 45, а до 46. Почему так случилось, тоже не знаю. Когда закрываю, в это время остается или что-то. Посмотрим. Ну и объявление Сергея Пупкова о молитве. Прочитайте, а я сейчас буду переводить. Это минутное дело. И вот стихотворение Рогова. Это очень хорошее стихотворение. И вот как найти, советую просто. Лучшее видео, как говорится, одно. Особенно комментарии там полные. И вот самый полный материал на все посты. Вот тут указывается внизу. И песню православия еще дается. Вчера нашел в интернете. Читай. Читай. Гости. Панк Рушихинского района. Игнатий Лапкин. Категория Культурно-Библиотечный центр. 2 августа 2012 года известный барнаульский православный проповедник Игнатий Лапкин передал безвозмездно 38 экземпляров книг своего письменного труда открытым оком. Игнатий Лапкин ведет занятия по изучению Библии. Читает лекции в университетах, школах, воинских частях. В серии своих изысканий автор отвечает на многие вопросы о Боге, о вере, о жизненных ситуациях. Панк Рушихинский район вошел в число многих районов Алтайского края, которым были переданы труды Игнатия Лапкина. Угловский, Бийский, Волчихинский, Быстроистокский, Табунский, Советский, Куринский, Новоегорьевский, Хабарский и многие другие районы уже получили в дар литературу от Игнатия Лапкина. Приглашаем читателей посетить центральную районную библиотеку. Ну, это первое мы тут по Алтаю проехались, ну а потом уже по стране, по всей, и зашли в Европу и везде прошли. Вот нашел такое объявление. Это не очень свежее, но для меня оно было как бы новое. И вот сразу показать наши ресурсы. Вот что тут. Ну, вот где я в шапке стою, это в моем мире. Мой мир. Называется Mail.ru. Вот сюда можно заходить. Это последнее, которое сегодня. Сегодня семь роликов поставил. Вчера семь. Каждый день у нас очень богатый материал. Кому надо, те найдут. Дальше у нас очень большой ресурс. Православный форум. Вот. Какая-то тут душа забрела, вопрос задает. Какой это Евгений. Сейчас мы проверим, что он говорит. Вот. Просчитать надо будет Евгений. Если что-то важно, то прочитаем. Что он пишет? Считай. Мировый, Игнатий Тихонович. Как понимают слова апостола Павла? Жены ваших церквей домолчат. Беремочек, и все. И 70-е правило Шестого Вселенского Собора. Непозволительно жены во время божественной литургии глаголати. Но по слову апостола Павла домолчат. Не повелись бы им глаголати, но повиноватися, якожий закон глаголит. Нет, если же чему научиться хотят, в дому своих мужей да вопрошают. Речь здесь идет о молчании женщин, именно о богослужении. Но как мы знаем, церковный хор чаще всего состоит именно из женщин. Не противоречит ли это Святой Библию? Нет, не противоречит. Учить. Она не учит. Слова, которые уже даны, она их поет, и все. Хор отдельно составляли женщин, так было всегда. Не противоречит. Никак. Ну и показать, что за последние дни какое-то движение. У нас 350 в среднем идет человек. И вдруг вчера 918 посетителей. Перед этим 635. Не знаю что, но где-то кто-то что-то выступает против, и сразу количество людей увеличится в несколько раз. Дворкин выступил однажды, и сразу увеличилась посещаемость в 20 раз. Я говорю, что-то есть где-то. А это в Москве оказывается. А Александр Леонидович нам помогает. Спаси его, Господи. Ну вот это. Дальше у нас очень большой. Он показал форум. На форуме у нас 1602 темы. Это очень большой у нас видеоканал. Где-то 6700, примерно, наших видеороликов. Вот тебе показать. Вчера вечером я... Сейчас я пообновлю и покажу сколько. Вот. Диалог с автором Покаянного канона. 5 часов назад. 132 человека. Ну вот. На остальное тут поменьше. Вот. В труде познается канон Андрея Критского. 97. Так я включил эту, нет? Я включил ее? Да? Ну да. Ну включена она. Ну и дальше у нас большой ресурс. Православный библейский сайт. Во свете Библии. Ну тут самое главное это вопросы, ответы. 4124. Сейчас мы идем по папке 51 суды. Ну просто по судам мы сейчас закончим, тогда другую будет. Вот это у нас... Копирую. Захожу в Word. Вставляю Ctrl-V. Ctrl-A активирую и перевожу в 20-й шрифт. По величине, чтобы можно было считать. Пожалуйста, можно считать. Вопрос 2794. 13-й том открытым оком. Так чем же закончился суд с коммунистом? Ответ. Ничем, как и бы и не бывшим. И краевая судебная коллегия в числе трех судей ровным счетом ничего не вырешила. Оставила в силе решение. Отказы от решения первой инстанции. Когда краевой суд начался, то для порядка председательствующий спрашивают всех участников дела, имеются ли доводы отвода суда. Доверяем ли суду? Спросили и меня. Я был с переводчиком, в кавычках, Польгуевой Надеждой Ивановной. Она мне прошептала, что за вопрос, и мне нужно было встать. Я попросил разрешения говорить не по уставу, и сказал, что суду не могу доверять, так как никого из них не знаю. У меня были уже неоднократные суды, и первая инстанция ничего не решила, а вторая, в том же здании, совершенно против того. Все и решит. Так что если судьи верующие в Бога, то я им доверяю, а если не верующие, то не могу доверять, ибо они, что попало, творят. Вот представьте, я встаю им и говорю, какое их отношение ко мне? Судья выразил недовольно, что здесь мирской суд, а не духовный. И если я имею сведения, что судья родственник противной стороны, или еще что подобное, тогда могу заявить отвод судья. Я суду сразу же пояснил, что судить-то и нечего. А мы уже полгода трещим в суде. Окреветавший меня коммунист, бывший секретарь КПСС по идеологии, никогда бы мне ранее не встречался. Никогда со мной. Ранее не встречался. Что я и доказал. Согласно его же свидетеля Гэтсенбиллера, поездка у них в Потеряевку была не ранее 1976 года, так как Ганцербиллер Василий Валерий Иванович, согласно восьмой главы книги и повести Полюшко-Поле, был назначен директором Дома научной книги только в мае 1975 года, что он сам подтвердил, и что видно из приложенной к делу копии его трудовой книжки. В главе девятой говорится, что прошел уже год его начальствования над научной книгой, и тогда они решили приехать в Потеряевку поизгаляться над христианином. Но согласно справке из краевого архивного отдела Потеряевская школа в списках в 1972 году уже не числилось, так как последний житель Потеряевки выехал из нее в 1972 же году. И куда же мог приехать коммунист-идеолог со своим спонсором и троеженцем? Что на это можно сказать? Я и друзья мои молились все время, и однако вот так получилось. Значит, Бог не дает противнику покаяния и ослепил судей. Понимаете, это мои слова, дальше я картину показываю. Четыре года, как Потеряевки нету, совершенно ни одного человека, крапива одна. Тут ничего вообще доказывать-то не надо. Что доказывать-то? Справки представлены, архивный отдел краевой представил, Потеряевки не было. Вообще решать нечего. Судей надо было немедленно арестовывать, говорится, и в тюрьму сажать, как лжесвидетелей. И дальше я пишу стихотворение. А местописание не будет читать? Да, обязательно. Иов 9, 24. Земля отдана в руки нечестивых. Лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Вопрос стоит. Это пророку вопиет. Поношение беззаконных тоже несет усладу. Второе царство, 16, 12. Может быть Господь призрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Аввакуум 1, 4. От этого закон потерял силу и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает правильного, то и суд происходит превратный. Ну а тут никак. Я пошел в краевой суд. А краевой суд у меня председатель мне хорошо знакомый был Виктор Иванович. Я говорю, ну как же так? Две справки только достали. Больше месяца крутили. Мы в архиве там сколько помогали. Какая папка все указано. Деревни четыре года не было. Не было. Ничего не было. Куда он мог приехать? Какую школу-то? Тут вообще нечего доказывать даже. Ничего. Я говорю, ну суд-то он сразу как взъярился такой спокойный был. А что вы меня пугаете? Да как же не пугать-то? Ну и где-то надо узнавать что-то. Кто-то какие-то лжесвидетельства дает. Тут вообще ничего не надо доказывать. Что они были в 76-м. И он сам согласился. Ну а куда денешься-то? Потому что директор назначен был в 75-м. Вот он директор. Приехали в 76-м. А деревня исчезла в 72-м. Ни одного жителя нету. Дом наш сгорел. Вообще ничего не надо. Это понятно любому ребенку, любой бабке, любой бомж знает. Суд говорит свое. И притом доказали, что не могло быть. Он не знает ни отца моего. Все доказано было. Ну свое время ждет. Когда-то где-то это всплывет. Там Исай 59-9 еще. Потому что далек от нас суд. И правосудие не достигает до нас. ждем света. И вот тьма. Озарение и ходим во мраке. То есть такого беззаконного суда у меня никогда не было. Свидетелей никого не надо допрашивать. Два документа. И судья принял эти документы, подшили. А как не верить-то? Первая от них трудовая книжка, вторая из краевого архива. Повторяю, человек умер 4 года. Как через 4 года новое преступление он может сделать по ножу, на котором найдена кровь? Это не кровь, свекольный сок был. Я так уже делаю сравнение. Сидят, сидят, моргают глазами, ничего нет. Да какой же это суд? Так. Давай. Определить важности любого, его таланта, звания, успеха, когда и внутренне высвечено Богом, на пользу ближнего, чтобы заплатать прорехи. Все остальное мишура смешная, дым коромыслом от блудливой мысли. Когда вспохватишься, трагедии между нами враг мастерит на дню трехзначных числах. Дела и вещи взглядом обвожу, они из дерева, из сена и соломы, и то подбил, и высветилась жуть. Как много здесь из списка уголовных. Какое стихотворение это? Не надо, не хочу мои желания, прошу учесть, мне изрекает смерть, писал апостол к римлянам в послание. Добра желания есть, к нему ж закрыта дверь. Смердят деяния явной мертвичиной, вдруг узнаю, что оживить их можно, разбитые не воскресить починкой, но заново все воссоздай, мой Боже. Склонившись перед ликом Иеговы дел и спрошу из серебра и злата и драгоценный камень на основу, да оправдается мой пот мои растраты. Стихи проповеди с Библией сверяю, экранизирую на главой стихи, евангельскую обрежу оправу, вино веселья лишь в новой мехи. Живое семя высеяно щедро, на всходы зелени любуется душа, пшеницей стебель стал ливанским кедром, овцой покорную, обузданный лошак. А вот это ты споткнулся здесь, обрежу, ты не знаешь такое слово? Знаю. А что означает? Ну, одену. Мертвеца одену. Ну, одену. Обрежу. Главное-то, это вот, я пытаюсь воскресить то, что они делают. Обрежу. Дальше. Так, определитель совести сокрыт, живительные или колодцы роем, трапеза царская довольство укрыт, родим и вырастим предателей, героев. Вот это о чем здесь? Чем закончился суд там этот? Так, суд чем закончился? При коммунистах такого безобразия не было, чтобы так судом крутили, вертели. Дальше. это просуды, я материалы все взял, они в всех книгах у меня есть. Вот теперь. Даже вот, чтобы хорошо заснять, высветить, тоже нужно время и навык. Считаем. Вопрос 2829, 14-й том открытым оком. Так стоило ли подавать в суд на ваших недругов, отступников из общины, когда они распространяли листовки с поношением вас и вашей общины? Волков и Шимко твердо утверждали всем, что ваша община превращается в секту, что она чуть ли не тоталитарная, но уж точно псевдоправославная, антиправославная и прочее, а суд гражданский их не приструнил, а фактически почти одобрил, да и раскаяния от них не было вроде бы. Ответ. Судебная коллегия по гражданским делам по делу номер 33-26-57-05 председательствующая полковникова судьи Зенец Яшина Тамара 1 июня 2005 года вынесли решение и кавычки открыты. Исходя из установленных по делу обстоятельств, суд обоснованно пришел к выводу, что в целом содержащийся в листовке и положенное в основании иска высказывание является выражением субъективного мнения взглядов ответчика по вопросам, касающимся деятельности религиозной организации, ее лидеров и толкований религиозной доктрины, что не является предметом защиты. Понятно, как договорились, что суд этим не разбирается, ничего, а кто же будет разбираться-то? А они теперь главные били, это мое личное мнение, как личное мнение, когда ты написали это все, и люди шли молиться, они всем в руки раздавали то есть обман. Для точности приведем значение слов по словарю иностранных слов. Субъективный, значит личный, свойственный только данному лицу, противоположный объективному. Объективный, существующий вне и независимо от сознания, присущий самому объекту, как соответствующий ему. на суде... Это я уже говорю, дальше. На суде наученные уже советниками, представителям, ответчики яростно отгребались от утверждения того, что они сам пломбом утверждали. А до этого говорили, как, что мы добьемся, что пообщему закрыли, то другое, тут они все полностью стали по-другому. Крепекло крепко, и они хватались за любые доказательства, за любых лжесвидетелей, отнекивались от своих убеждений, но доказывали, что это всего лишь их личное, субъективное мнение. То есть пищали, долезли в статью, которая отводила их от ответственности преследования по закону за оскорбление и за ложь. Это было самое настоящее и фактическое их отречение от того, что они утверждали на темных улицах города, раздавая свои листовки по сквеле. Им уже не до правды было, а только бы выкарабкаться из-под статьи закона, который их защемил основательно. Суд якобы и поверил им, что они не утверждают ничего. Уже не секты не утверждают ничего, они не утверждают, просто у меня мнение такое было и все. А только свое личное, субъективное мнение высказывают, а это гарантировано им, согласно статье 29 части 1 Конституции Российской Федерации свободы мысли и слова. Какие мысли за мысли не судят? Ну какие мысли когда отпечатали и раздавали? И так как ответчики согласны были с решением суда, это и значит, что они отреклись от утверждения объективного и засохли на суку субъективном. Откуда им не лезть, не слезть до страшного суда? Я их призывал покаяния, а суд помог им жить в нераскаянности и скрыться за ширмой субъективизма. Так им и жить отныне. Да при том суд и не желал вникать в то, что согласно их законам не является предметом защиты. В порядке ст. 153 ГКРФ безбожных судей не должно быть нигде в целом свете, а тут могут быть все трое безбожниками и о каком же правильном их решении может идти речь? Ну и это решение суда будет иметь роковые последствия для самоотреченцев. Они работают вместе, значит обязательный конфликт на финансовой почве. Они ходят в одну религиозную организацию, значит и тут обязательно они будут сталкиваться и по толкованиям канонов и по соблюдению порядка. Отошедшие от нас всегда идут вместе только до порога, а дальше их сатана разбрасывает по разным континентам. А то, что это решение суда будет иметь роковые последствия для отступников, очень зримо видно из заявления Волкова, Вячеслава, и по довершенности представителя ... По доверенности. По доверенности. Не вижу глаза, не вижу. Доверенности представителя Шимко, Макухи, Центральный суд города Барнаула 15.03.05. Истец удовлетворен решением суда железнодорожного района города Барнаула от 18.03.05. И это еще не все. Волков, хотя я то и не расслышал, привел фразу из Писания Римлянам 12.19. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, и я воздам, говорит Господь. Этим он как бы принес себе... Произнес. Произнес себе приговор от Господа. В суде же обнаружилось, что бывшие члены общины абсолютно неразборчивых средств защиты своей неправды. Они набрали в суд совершенно чужих и безразственных людей, пьющих и даже отлученных за разврат. Когда судебный приговор был оглашен, то мой представитель видел, как Шемко Алена сделала цинично неприличный жест, отломила руку по локоть и, отрубив ее вертикально ладонью другой руки, покачала отрубом в направлении нас. Вот вам! Только и взахаешься, да кто же был рядом с нами? И только Бог мог избавить нас от них через этот суд. Но они же утверждали, что мы секта и прочее. Теперь того они не говорят, но они на том закрепились, покаяние из них я не сумел вышибить. Теперь это ушло все на суд Божий. Повторяю, суд помог им закрепиться и уйти с нераскаянным сердцем на суд Божий. Они полностью проиграли, и они ничего этого не видят. На суде они уже ничего не утверждали, а только повторяли заучено, что это их личное мнение. Против личного мнения статья в Конституции не воюет. И они с этим ужасным решением согласились. Это означает, что совесть их почернела. Они бы сказали «Нет, не так, мы за души людей, находящихся там, бьемся, потому это не наше личное субъективное мнение». Но так и есть, и мы докажем, что это не наше только субъективное мнение, а это есть сверхобъективное мнение. А доказано было обратное. Им ничего уже не нужно. Им нужно было только одно – вывернуться из по статьи закона. Она их уже крепко защемила. Статья дает только один шанс, что ты этого не утверждаешь, что это твое личное субъективное мнение. От объективного утверждения они отгребались всякими неправдами. Суду разницы никакой нет. Где ты будешь? В аду или в раю? А ты получил на руки это решение и можешь каждый день читать его и взывать, что ты погиб, что ты лгал. Ты отрекся каждому свое. Я уверен, что следовало, ибо сбунтовавшиеся грозились и общину нашу снять с регистрации. Но все заглохло, им уже не до нас, да и нервотрепки им хватило. Они даже стали молиться более ревностно в зале суда. А так? Солом 63, 7, 11. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренности жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них и убоятся все человеки и возвестят дело Божие и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него и похвалятся все правы сердцем. Что интересно, засохли, как будто их никогда не было. Дальше. Взаимосвязь вещей из обихода не каждый сходу может рассмотреть, тем более, когда уже в отходах нам послужив смогли и помереть. Смоглось, да. И даже там в отвалах и в отхожем кипят бактерии и туфельки амебы. Не так ли мы друг другу в память вхожи, а особенно когда жуем не для утробы. Взаимосвязь времен, племен, деяний не ощущает их кабан в лесу невежда. Пусть мракобесы атеизма в яме дойдут, что с покаянием весьма опасно мешкать. Кто сохранил, кто приобрел, добыл, что в них, на них татла в гниющем теле, откуда имя им и в теле столько жил, кто черноту греха на них отбелит. И если все мы сами по себе ни от кого зависеть не посмели, так почему мы не избыли бед, предсказанных быть может в темной келья. И не за год, за тысячу и больше, оттуда луч пророчества так жгуч, пророков слово краткое укольщик, но гром и молнии не сводит к нам из туч. Мы все не только генами и кровью переплетение с Евой и Адамом, змеев тоже непокорство деток ловит, легко прабабушку укором я достану. В переплетении космических угроз моя судьба пылинка в хороводе свет с неба истинный есть истинный Христос. На благовестниках то слово в сущем ворде взаимосвязь небесного с земным и польза от того на всей эпохе крещение дано для белизны в благое чтоб взрастили зерна крохи. Из стихотворения ты считаешь как пропали в стихах смысл понимаешь их? Да иногда мне уже лень понимать его много считаешь подряд неинтересно Лишь бы по тарабане О чем речь шла? О суде Так пиши суд Ну как приняли недруги Так Снова Я уж не говорю о характеристике другое это все в суде было Вот Выдвигаемся на 20 размер И считаем Вопрос 2847 14-й том открытым оком Может ли не профессионал-юрист А простой человек Читая ваше дело по иску Коммунисту понять Что суд был несправедливым Ответ Даже любому юродивому Самому низшей категории дураку Может быть это яснее Чем яркий солнечный день В книге Полюшка Поля Морозова Николая Ивановича В повести Полюшка Поля На странице 197-313 Включающие 17 глав По порядку описаны события 30-летней давности Описаны они в хронологическом порядке А не сумбурно Вот так выглядят они дословно По главам книги и ее страницам То есть книга Полюшка Поля называется А там еще глава есть такая в повести И он пишет Глава 6 страница 222 Второй абзац сверху По мнению Матросова Морозова В районе назрела Необходимость создания Такого научно-технического центра Который помог бы другим Хозяйствам района Разрабатывать эти скрытые потоки Финансовых средств Позже Валерий Иванович Убедился что эта мысль Все таки не погасла Страница 226 Глава 7 В бюро райкома Сказал тютерев Принято решение Перевести Валерия Ивановича На другой участок работы Как? В районе создается Дом научно-технического прогресса В бюро Все сошлись на том Что кандидатура Валерия Ивановича Будет самой подходящей На должность директора Этого учреждения Дальше Соговорить это страница Страница 228 Глава 8 Начало главы Вскоре Валерия Ивановича Вызвали в райком партии На утверждение В должности директора Районного дома Научно-технического прогресса Страница 232 Вторая строка снизу Я предлагаю утвердить Валерия Ивановича Гатценбиллера В должности директора Районного дома Научно-технического прогресса Большинство членов бюро Проголосовало За это предложение Ну что ж Желаешь или нет А идти по указанному пути Такова судьба партийца Это кавычки закрыты Это из книги взято По которым судимся Дальше Страница 233 Глава 9 Начало главы Курировать вопросами Связанными с созданием Дома научно-технического прогресса Поручено Секретарю райкома Матросову Валерий Иванович Встретил это решение Одобрительно Страница 238 Глава 10 Прошел год После создания Районного дома Научно-технического прогресса Год прошел 239 Глава 10 Под чьим влиянием И руководством Находится Дом науки Приняв официальную позу Он ответил Партия никогда Власть в стране Не делила И делить не будет В один из сентябрьских дней Матросов Предложил Валерию Ивановичу Побывать вместе В совхозе Корченский Значит В 95-м Его поставили Прошел год И он Это из книги Все берем Страница 242 Глава 11 Начало Главы Матросов И Валерий Иванович Решили побывать И в Потеряевском Отделении Совхоза Корченский Встреча с Лапкиным Стоялась в конторе Любому понятно Что Морозов Я теперь пишу дальше Теперь это мое А дальше все в камышках было Впереди Год рождения 930 Приехал с Гатценбиллером Валерием Ивановичем В поселок Потеряевку Когда Гатценбиллер Уже был назначен Директором Дома научно-технического прогресса Или это не ясно Из книги Таким непонятливым И тупым Предлагаем Выписки из дела Что уже топором Не вырубить По листам дела Выписки Из дела 8505 Поиску Лапкина Техановича Морозова Николая Ивановича О защите чести И достоинства Том 1 Лист 166 Ганцелебир Валерий Иванович Свидетель Со стороны Ответчик Улица Попальня 127 41 Род Ждение 27.08.45 Генеральный директор ООО Ассоциация Приобье Поселок Спутник Улица Малинова 20 Телефон 38 51 23 166 На обороте Книга С листа Я видел Лапкина В первый раз Около 30 лет Я читаю Материалы Лапкина В повести Действительно Указана Моя фамилия Дальше 167 Я не был Участником Их разговора Морозов И Лапкин Отходили от меня И беседовали Это было В 70-х годах Это Гацинберг В суде Показывает А теперь Я и сделал И выписываю И все Я работал Директором Дома науки В Мамотовском районе Я могу это подтвердить Записью В трудовой книжке И на следующий день Он принес ее Дом науки Курировал Морозов Он был Сирекреаторем Идеологии Мы поехали Осматривать поля Я слышал о Лапкине До нашей встречи 167 Обратная сторона Листа Морозов Сказал Что в их Разговоре С Лапкиным Была тема о том Что Лапкин пытается Лезть в учебный процесс Тогда я Еще не вел дневник Морозов Пошел с Лапкиным В здание переговорить В здание переговорить А в потеряльке 168 Я увидел Лапкина В группе людей Морозов Сказал Что это Лапкин Стояли мужчины Я видел именно Лапкина Они сначала Разговаривали на улице А потом в помещении Информация была Отрицательная О методах Работы Лапкина У Морозова С Лапкиным Был идеологический спор Морозов Сказал мне Что он Спореговорил С учительницей И то что Лапкин Вмешивается В учебный процесс Лапкин Потолковал о боге Я сам этого Не видел Морозов Мне подробно Не рассказывал О чем они говорили Морозов Мне рассказал Все Как первое В повести Описано Облик Лапкина Второе Описан правильно Я лично Тогда видел На расстоянии 15-20 метров Это 4 года Как потеряевки Нету И он тоже Коммунист И стоит Брешет 4 года Уже не было Потеряевки 169 Учительница Подходила К Николаю Морозову Я не помню Многого Учительница Жаловалась Что Лапкин Лезет к детям И заставляет Читать Библию Раздавал Маленькие Молитвенники Молитвенники А добавили Уже Библию Детям А школа 4 классная По 3 ученика В классе Так Мешивается В учебный процесс Мешает Проводить уроки Учительница Просила Помочь ей Я запамятовал События О беседе Лапкина С Морозовым Это было В школе Или в конторе Все таки Я из руля Вышел И присутствовал При их разговоре Запутался И говорит Там не видел На расстоянии 15-20 метров А тут говорит Нет Все же я присутствовал И все это Секретарь записала Беседа продолжалась Минут 15-20 Да 20 минут О чем бы разговаривал То что Морозов пишет Третье В повести Все это было в разговоре Лапкин был С братом родным Он в разговоре Не участвовал Внешний облик Лапкина 4 Описан правильно Правильно Описан 170 оборот В то время Лапкин подвергался Гонениям И значит Он мог выглядеть Так Как указано В книге А какое отношение К гонениям Это имеет Дальше Сейчас я вспомнил Что я действительно Был при беседе Морозова С Лапкиным Да это стоял Далеко Дальше Лапкина Сейчас вижу Второй раз Так Я работал В начале 75-го года И был советником Советского хозяйства Ближе к 75-м году Была эта встреча С Лапкиным Ну хоть как Хоть ближе Или дальше Она в 76-м была Но в 72-м Ни одного жителя Не было Пустырь Воробьи и мыши Так 171 Я действительно Уловил Замешательство На вашем лице Вы побаивались Тогда Когда машина Подъехала Ваша Вы уже стояли На месте встречи Да Я тогда говорил Что затуманились Мозги 172 Поведение Лапкина Ненормальность Что он Отталкивал Учительницу Влезал в учебный процесс В книге Все описано правильно Все узнали Учительница Кажется она уже Умерла даже В это время Тут вообще Ничего нельзя Здесь Их сегодня Можно поднимать Ну теперь Наверное этот Умер Это суд Суд российский Так судит 173 Поведение Лапкина Книги Не соответствуют Нормальным поведению Конечно Лапкину В класс Врываться Не нужно было Ну конечно Не нужно Я в классе И не был Ни разу Вообще Ни разу Не был Даже в этой школе Ну После того Как я уехал Четыре класса Закончил там 182 Потеряевка Исчезла В 1970-х Годах Но они точно не знали Я достал Какого месяца В марте 72-го Уже не было А по их Уходит он Шесть лет Уже потеряевки не было Но ничего не знает Дальше 195 Архивные данные Школа уже не числилась В 71-72-х годах Это архивные Мы привезли документ С печати С краевого архива Так Кавычки открыты Управление архивного дела Администрация Алтайского края Центр хранения Архивного фонда Алтайского края Анатолия Улица 70 Улица Анатолия 72 Барнаул 65 Телефон 23-48-28 22-12-2004 Года Номер 444 Номер 2 22-22-26 Трублю 4 Архивная выписка В суд Железнодорожного района Проспекта Ленина Куда? В суд? Это суд Выписали уже заранее В суд Железнодорожного района Проспект 225 Ленина 25 Алтайского края Приложение Номер 1 К решению Райсполкома Номер 171 А 24 сентября 1970 Года Основание Так, что тут Фонд Что? Опись Опись 1685 Опись 1 Так, дело 105 Лист 2 102 Дело 102 Лист 2 Начальник отдела Социально-правовых запросов Берникова 23-48-28 Подпись Присухин Богомолова Печать, подпись Подпись, документ Кавычки Сообщаем, что в документах Архивного фонда Отдела народного образования Мамонтовского райисполкома Расстановка педагогических кадров По школам района На 71-72 года Учебные года Списки директоров школ Мамонтовского района На 71-72 год Потеряковская школа не значится А из документа С названием Количество учащихся и классов комплектов В разделе начальной школы Потеряковская школа С количеством классов комплектов Равным одному Количеством учащихся Равным семьи Всю школу На 4 класса Семь учеников Вычеркнуто Ее не было Когда фонд Фонд 1685 1685 Опись Первое Дело 143 Лист Первый, третий Начальник центра Данелия 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 это жена того Кто рядом с нами Тут у него голая женщина По столбам лазит Это его жена Он Данелия Дальше 197 Описание Как в действительности Было дело Вот это Дальше 200 201 Трудовая Гатценбиллера Валерия Ивановича 10.04.75 год Гатценбиллер Валерий Иванович Оформлен Директором дома Научно-технической книги В село Мамонтово Алтайского края И он как директор приезжал А зачем это? Он как директор А поставили только в 75-м году А в 72-м Школы выше Что-то нету Кому может быть непонятно Из дела 8505 Что Валерий Иванович Гатценбиллер Был с 10.04.1975 года Директором Научно-технической книги В этой должности Он и приезжал По Теряевку Которая К тому времени Уже скинула С лица земли Три года назад И никакой школы Там конечно же не было Как указано В том же деле Номер том 1 Лист дела 195 Архивные данные Школа уже не числилась В 71-72 годах Это архив Документ С печатями Суду-то ничего больше не надо Запротоколировано Только 7 ссылок Из речи Гатценбиллера Валерия Ивановича О правильности В кавычках Описанного события В книге Морозова Хотя это Он повторил Не один десяток раз Так как Никакой встречи не было А врать нужно было Не вопреки написанной лжи В книге То вероятнее всего Гатценбиллер Мог получить простую инструкцию От своего бывшего Партийного Босса Морозова Ссылаться на книгу И говорить Что все было именно так И только так Как написано в книге Полюшка Поле Запутавшись окончательно В безразмерной лжи Гатценбиллер Из свидетелей Записался Представители Морозова Но так и не появился Больше ни разу В зале суда То есть все Он уже понял Что он Главное Теперь его не показывать Нигде Гатценбиллера Или заболел Или украли его По всей вероятности Это единственный Свидетель В кавычках Как о том И говорит Морозов В заявлении в суд Больше всего И подгадил Своему подельнику По стряпанию И изданию Лживейшей книжонки И ему снова Дали инструкции Чтобы он На глаза не попадался В суде Остальные свидетели Тоже не враги партии Врали беспросветно И подписывались Что несут за ложь Уголовная ответственность Так Когда же будут судить Их за ложь На которой их подбил дьявол И судьи считали Свидетелями тех Кто что-то слышал Путался в показаниях Кто ничего не видел И потом Не были Ни свидетелями Непорядочными людьми Морозов Николай Иванович И Гацинбиллер Валерий Иванович Приезжали Кавычках Приезжали В поселок Потеряевка Осенью 75-го Или 76-го Года Когда прошло Уже 3-4 года После полного Исчезновения Поселка Потеряевки Всех до последнего Жителя Они И они могли Видеть только Плоды Коммунистического Царства Разрухи Это ясно видно Первое Записание В книге Второе Из записи В трудовой Книжки Гацинбиллера Третье Из его показаний Четвертое Из архивных данных Так куда же Они Кавычках Приезжали И на лапки Нагнатия Тихоновича Наезжали Как этого Кавычках Не заметили Судьи Получающие От государства Зарплату За суды И за вынесенные Решения Судов От имени Российской Федерации Может Милиционеры Оборотни И судьи Оборотни И в Барнауле Есть А не только В Москве Ничто Так не разрушает Государство И не убивает В людях Верую Справедливость Как несправедливые Суды Вот что Говорит Святая Библия О судьях Псалом 61.10 Сыны Человеческие Только Суета Сыны Мужи Ложь Если Положить Их На весы Все Они Вместе Легче Пустоты Вместе Все Судьи С Гацинбиллерами Псалом 57.25 Подлинно Ли правду Говорите Вы Судьи И справедливо Судите Сыны Человеческие Беззаконие Составляете В сердце Кладете На весы Злодеяния Рук Ваших На земле С самого Рождения Отступили Нечестивые А тут Рубы Матери Заблуждаются Говоря Ложь Яд У них Как яд Змеи Как Глухого Аспида Который Затыкает Уши Свои Сафония 3.3 Князя Его Посреди Него Рыкающие Львы Судьи Его Кто ничего Не кладет Им в рот Против того Объявляет Войну Иов 9.24 Земля Одана В руки Нечестивых Лица Судьи Ее Он Закрывает 2.1.16 И дал Я повеление Судьям Вашим В то время Говоря Выслушивайте Братья Ваших И судите Справедливо Как брата С братом Так и Пришельца Его Убойтесь Бога И будущего Страшного Суда Божия Когда вы Будете Стоять Как лжецы Если не исправите Решение Этих Беззаконных Судей От малого Немало Так зависит Уметь ценить Свою копейку Рубль В начале Христианства Едва Десяток Миссий Но Грозному Язычеству Переломили Руль Не бойся Стадо Малое Спаситель Возвещал И обещал Не меру Им силу Свыше С Библией Не спорят О таких Вещах Дух Словно Ветер Где хочет Там и дышит Мне в раз были построены Большие города И Библию По буковкам По буковкам Дух Божий Собирал Не сразу До груди Седая борода Не сразу Станет фюрером Известный всем Капрал Заучивайте Библию По малу По стиху Усердно Утрамбовывайте Древние псамы Вас С высоты Достигнутой Желает Враг Спихнуть И заморозить В холоде Страшнее Колымы По малу Отгребайтесь Обид Духовного нрава Дурного нрава Дурного нрава Откусывайте Кончик Узлого языка Убойтесь Левизны Держитесь Только справа Теленочка Воспитывай Чтоб Одолеть Быка Пусть Медленно Но верно Охолони Свой гнев Не говорю Про пьянство Его подкорень Сразу С домашними Будь кроток Никак Сова Не лев И победишь Духовную Смертельную Заразу В Иисусе Все могу Родившись От небес Перерождение Полное От малого Зерна Покаяться Погибшим Возможно Только здесь И душу Убилишь Хотя была Черна Убойтесь Дружбы С миром Духовной Немоты В знакомство Не входите Кто блудник Был отпетый Такой Хватает Цепка Губам Прильнет На ты Закваска Вовсе Малая Проквасит Ваше Тесто Не устыдимся Милостыни Пусть даже Самой малой Где постоянство Там заметно Возрастает Наш молот Слово Божье Дробит Утесы Скалы Кто метр Не оценил Верстой Не наверстали Так О чем Можно ли простому Человеку Увидеть Что это Неправильно Было Да Правильно Давай Суд Поймет ли Простой Человек Все 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 Надо даже Добить Совсем Немножко Осталось Это вопрос Я так Просто Высвечу Это я ставлю Опять же Чтобы крупно Можно было И На видеоаппарат Снять Дальше Это про суды Вопрос 337 19 Том Открытым оком Мне показалось Что если на судах Против Обвинявших Нашу общину В несуществующей Тоталитарности Не было Профессиональной Экспертизы Что Крустовая Судникова Николая Вполне Могла бы Пойти за такую Приняли бы Ее на суде А он Николай Судников Да это который Нафанаил А такой Николай Ну Николай Он кого-то Женился Монаш Размонашился Монах Монах Да Ответ Мне вопросы Задают люди То есть Как он написал В 19 томе Про это все Написал Про общину Ответ Вот интересно Как Восстал против И Бог сразу С него все снял Веры лишился Священство лишился Монашество лишился Я точно знаю Потому что Бог восстает Ответ Суд Должен послать Запрос Институту Кафедры Даст ли согласие На проведение Теологической Экспертизы Потом Согласование Об уплате денег Эксперта Судья Напишет вопросы Что в них нужно Выделить Потом Ответ На бланки С печатью Кафедры Это лучший Елей Который Не повредит Головей Моей Не сразу Не сразу Но мольбы Мои против Злодействых Когда Пимена Великого Поносил Злобствующий Он сказал ему Все меня хвалят И потому Они ошибаются Один ты Правда По мне сказал Так и я Могу сказать Судникову Николаю На суде Остальное В вашем вопросе Я уже отвечал Псалом 55.7 Собираются Притаиваются Наблюдаются Что делают Притаиваются 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 Наблюдают за моими пятами Чтобы уловить душу мою Псалом 63.7 И изыскивают неправду Делают расследование За расследованием Даже до внутренней жизни человека И до глубины сердца 2 Тимофея 4.16 Да не вменяться им Да с нами Бог Не там В шатре Лазурном Не за пределами Бесчисленных миров Не в злом огне Не в дыхании бурном И не в уснувшей памяти веков Он здесь Теперь Средь суеты случайной К потоке мутном Жизненных тревог Владеешь ты Сверхрадостной тайной Бессильно зло Мы вечны С нами Бог Бог не в мощах Иконах Или храмах А к этому я добавил Это вот его стихотворение Владимира Соловьева А я к его стихотворение Добавляю Бог не в мощах Иконах Или храмах Но в слове Животворно Благовестия След в след За ним бойцы Шагают прямо И не стоят По алтарям на месте Не каждому Открылась Божья тайна Что по Евангелию Будет Бог судить Блажен Кого на том пути Застанет Кто знал И не творил Тут много будет бит Дальше Вопрос 3308 Почему вас отказали Вспоминать Моих родственников Которых Я записал А поминальник А по Кровском соборе Никогда не отказывают Но это почему-то Вопрос прилепился Не по теме Ну ладно Ответ Ответ Потому что мы не хотим Чтобы ко всеобщей Тотальной Патриаршей лжи И обману Еще и наш Обман прислонялся Если кто умер Без примирения Со Христом При жизни То все манипуляции Попов Артистов Над артистами Кино Есть всего лишь Дорогостоящий Спектакль Не в пользу Тех и других Так Честное слово Восьмое Одиннадцатый Шестой год Страница Двадцать шестая Фрося Которую вновь Брели Фрося Это имя героини Которую играла Актриса Если человек Еще увидит Тут же фото На котором Накрытый Узорным Покрывалом Гроб Сверху Его цветы А вокруг Гроба Четыре священника Из которых Один Иеремонах И впереди Пузатый Протодьякон С кадилом На отлете То что Вы подумаете Конечно же Об обретении Мощей Минимум Как новомученец Дефросиньи Да революционной Нет На этот раз Не то Затей ли Перезахоронить С затопляемого Кладбища Артистку На новосибирском Клещихинском Кладбище Прошло уже 36 лет С того момента Как она Звезда Советского Кинематографа Покончила Жизнь Самоубийством 43 года От роду Заболев Бруцеллезом И пишут Бог дал Дим Много Талантов Разделение На амплуа Было Настоящей Драмой Это в полной Мере Относится И к кино И к театру Силы Ее убывали Кавычки Открыты Как же мне быть Если я не смогу Выступать Петь Это она говорила 25 апреля На станции Бросилась на рельсы Подвижущийся состав Перед тем Как уйти из дома Своей сестры Она оставила записку На простом Тетрадном листочке Где написала Похороните меня По простому Несмотря На то Что актриса Ушла из жизни Добровольно Ее отпевали В церкви Священники Не посчитали Савинову Самоубийцей Причислив ее К тем Кто не отвечает За свои действия Не ведает Что творят Прошла Прощальная Панихида На которой Собрались Прихожане Церкви Священники И представители Новосибирской Епархии Такие люди Редко приходят На землю Наверное Господь Посылает их Затем Нам Что показать Насколько Может быть Талантлив Человек Может быть За эту любовь Что мы тут Собрались Поможете В другой жизни Приблизиться К божественной Любви Это уже Они говорят Пишут Покою Прощению Грехов Вольных И невольных После последней Молитвы Священников Гроб Екатерины Савиновой Стали опускать В новую могилу А вверх Высокое Синее небо Улетал Голос Актрисы Доносившийся Из колонок Ее незабвенная Ария Родины Исполненная В фильме Приходите Завтра Теперь Все Кто захочет Без труда Могут найти могилу Вернее уже Мемориал Савиной А значит Каждый может Почтить ее память Осия 10-12 Это они пишут Я взял Дальше Сейте себе В правду И пожнете Милость Распахивайте У себя На вину Ибо Время Взыскать Господа Чтобы он Когда придет Дождем Пролил на вас Правду Галатом 6-7 Не обманывайтесь Бог Поругаем Не бывает Что посеет Человек То и пожнет 1 Коринфянам 3-17 Если кто Разрит Храм Божий Того покарает Бог Ибо Храм Божий Свят А этот Храм Вы Это для всех Самоубийц И далее Не сердитесь На праведное слово Если даже тебя И обидит оно Сердиться На правду Все равно Что гневаться На корову Только правда Сладкого Не дает молока Правда Ядка Правда Горька 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 От горечи Правды В горле ком Но разум Питается Ее молоком Сердясь На правду Лишь себя Растревожишь А правду Этим не уничтожишь Правда Всегда права Если же Ты признаешь Ее права И вступишь С ней вместе С кривдой В бой То будешь Жить Нелегкой Судьбой Но будешь Самим Но пребудешь Самим собой Давид Кугультинов Это очень Сильный поэт Считается И И проще Так О чем Речь сошла Нам Главное Про суд Надо Про отпевание Что-то было Безбожников Самоубийц Так Что Ну Отпевание Там Людей Не верующих Да вот Вот Суд Где надо Смотреть Про нафанаилы У этого Так Курсовая Судникова Так Суд Курсовая Судникова То есть Его никто Не примет А вы бы Приняли Я бы Принял Принял Потому что Другой Может быть Еще Хуже О Что Да Сохранит Слушай Заново Надо Печатать Я не Нажал Суд Курсовая Судникова Не так Сказал Я Теперь Дальше Прямо К концу Уже Идет Все Это Нет Не Не Войдет Видать Ctrl S Ctrl V Увеличиваем 20 Поехали Давай Вопрос 4078 30 Том Открытым Оком Если будут гнать Христиан И даже может быть Еще судить А не только Бессудные расправе Предавать То не следует Ли хотя бы Приблизительно Знать законы Своей страны И что говорить На суде Вам же помогал Кто-то Когда вас Судили Ответ Помогал мне Передав через Следователя Курьята Дьякон Бурдин Сергей Но меня Лишили Последнего слова Потому эти материалы Мне не сгодились Ни разу Россия Это не фашистское Государство Где Димитрову Георгию Помогло Знание законов Тут все иначе Мы же Избраны у Бога Как полагают Патриоты Потому главным Будет знание Закона Божьего И готовность Страдать И умереть За Христа Послушайте Как отвечают Сегодняшние Защитники Народных интересов Желающие Чтобы всем русским Было хорошо Я молюсь за них Чтобы они Познали Бога Жили для Бога И закончили жизнь Боги Капычки открыты Государство Обвинитель Государ В премиях Запросила Терехову 4,5 года Колонии Перепоселения Мне Источева 3,5 года Колонии Поселения Это я взял Один суд Над кем-то идет Патриотами На следующей неделе Состоится оглашение Приговора С видоятностью 90% Я буду взят Под стражу И отправлен В тюрьму С последующей Этапировкой В колонии Поселения А посему Убедительно прошу Первое По возможности На максимальное Количество Известных вам Адресов Адресов Заслать Материалы Материалы Моего слова В прениях И моего последнего Слова в суде Смотреть Прикрепленные файлы Я полагаю Это будет способствовать Нашему общему делу Второе Вашими силами Организовать сбор средств Для поддержки Моей многодетной семьи На воле У меня остаются Трое Несовершеннолетних детей Ну дальше Какого рождения Что Адреса Банковские реквизиты И пишет Смирнов С нами Бог И крестная сила Слово В прениях На суде Горде Благовещен Смотрите Я буду продергивать Считайте О чем они говорят Как суд Если хотите учиться Учитесь Знать законы Конституции Неплохо Из показаний Свидетелей Затормозите И прочитайте Терехова и Смирнова Как судили Кто интересуется Тот прочитает Это действительно Вопрос хороший Законы надо знать Дальше Черным выделено Экстремистское Сдаются Какие свидетели Все это Так Эксперты В зал судебного заседания Для дачи показаний По существу Не явились Ну такое тоже бывает Я очень много судился Знаю что такое Если ты Не ответил Ааа Правду говорят о тебе Все Заткнулся Если начинаешь говорить Ааа Ты верующий Зачем говоришь Ну то есть Никак Делай по совести А как вы делаете Я говорю На каждый удар Я отвечаю Серии ударов Потому что Это требуется Если бы я просто Ничего не делал Сидел где-то Они бьют по делу По делу Или по лагерю Или о благовести Вот который Сейчас на меня нападает Дудин И все Это в течение одного Раза всех разгромила бы Судебная коллегия Сегодня Они что Ничего не знают Может этого Да и Скоротовского достать Всех может достать Поставить на На вытяжку Ну они Просто обнаглели Вот это выступает У Дарстов Евгений Там приезжала ТВ24 Там что-то говорит Это же Это вообще Голыми руками Брать можно Они не знают Поэтому Дело Божье Ну а теперь Прочитайте Вот места писания Которые я Пишу Чтобы доказать Что это действительно так Дальше Так На опыте Прошедших поколений Мы учимся Ошибкам Большей частью Чадит Отпущенное Наконец Истелеет Бог через плоть К душе Не достучался Он у дверей Истока всех болезней Христос стучит И долго ожидает Как будто вымерли В подвал И все залезли Считая дом Свой крепостью Державой Считая Библию Мы точно познаем О горе и беде Закрывшихся от Бога Саркома В тех мозгах Иуза Как оем И просят Отойти от них И их не трогать Нередко Целые народы Континенты В стерильной чистоте От голоса пророков Казнь приближалась Их Господь Пометил Наслал беду И сдвинув С места Проклял Идет история Кругами И спиралью Витки греха Наматывая Круто Законы совести И Библии Попрали И пыль и дым С незавершенным кругом Нигде Ничто Бесследно Не исчезнет Оставит след И опыт Передаст Содом С Гоморой Погрузились В бездну Там С лесбиянкой Мерзкий Педераст Вникайте Трепещите Масоны И жиды Все распинатели Христа Его завета И если Первый мир Господь Не пощадил То как Спасется Атеист И скептик Примера В гибели Нам выдан Океан Чертовским Извергам Псалтырь Да подводит Четко Трясоца Каин Груб Призренный Хан Сексоты Все Бегущие С поклепом Вникаем В образы Дошедшие До нас К нам Через них Стучится В совесть Искупитель Кто Сноем Церкви Корабле Тех Спас А прочие Раздавлены Несчастьем Все Убитые Суд Знать Законы Стороны Больше Часа Больше Часа Нету Больше Часа Благословен Господь Благодарю Брат Материал Это Огромный